это называется инструкция дуре всегда но пока я не отвечу хотя бы виртуально хотя бы вам я знаю что они никогда не прочтут и не услышат то что я скажу авторы эти потому что они как эти самые самодостаточные они знают как надо вот а для нас ну хотя бы возможность можно критиковать ругаться помните меня и пару раз у меня матом рвался меня за это даже вы же меня ругали есть такие люди среди нас интеллигентного строка что не выносят мат а я так что не выдерживаю иногда вырвется слово вот читаю сентября нужно обязательно очистить приствольные круги заняться больше нечем заставься до холодного времени сорнякинская это разрастись размножиться плотнее захватить отверганную территорию вас это какое дело еще одна эти самые сорняки то накинулись вы чё людей-то научите избавьтесь подкопалку корни я думаю подкопал корни на этих самых сорняков царете ходить по саду и корень подкапывать или смазал листья гербицидом есть такая передача я все еще там а вдруг однажды елену Александру Савинить умнейшую женщину и единственная на данный момент которая сочетает в себе и ученого наполовину и садоводолюбителя которая все это прекрасно знает и понимает это не еле вот это вот имя отчество может ее может быть это кто-то другой елена Александровна тоже хватает вот я к чему говорю носит идет передача по каналу которого не называть не буду готовится яд страшный я не это из двух компонентов вот таком флакончике смешиваются два страшных ядов размешали вот но имеется ввиду что не такой яд который сразу умираешь сам но тот который убийственно действует на все живое потом эта дама берет вот это вот сама эту баночку берет кисточку становится на колени перед ней залуженный сад и берет кисточку и говорит и начинает смазывать каждый листик смочил штук 20 листиков там их несколько миллионов на скидку и вот так продолжайте листья умрут и все я когда это увидел эту они уже не знают чтобы еще они не знают настоящее садоводство они не знают всех секретов которые знаем мы и вдруг вот когда я вот это прочитал да смех страшное оружие надеюсь что это тоже оружие вот и я тогда вспомнил что до сих пор когда говорили что это выглядело ерничать и но такая это самая войска часть казарма это дебилизм помните покрашенные листья а трав трава покрашена в зеленый цвет помните я считал что это самая самая вершина шуток это шутка что они якобы якобы это ну как бы принцип что не совсем там умный прапорщик служит в общем вот таком роде я вот уже ум не умнее а это уже примера глупее не придумаешь нет придумали теперь тот пример с травой которая покрасили зеленый цвет на территории воинской части он теперь уже не смотрится вот пожалуйста и пошло гулять смазав листья гербицидом представляете каждый листочек после удаления растительных остатков прорыхлите землю замульсируйте торфом опилкой так вот я написал каторжный труд и опасность и представляете перед зимой перед зимой это осень глубокая осень перед зимой лишить землю дерна это как я когда вижу знаете страшные раны это когда проезжает трактор и делает так называемый противопожарная спашку там плуг один на такой глубокий вот такой знаете вот такой величины делать у меня сердце сразу болеть начинает я представил себе и пытаюсь убедить себя но это необходимо может быть спасет от пожара конечно не спасет через месяц все это зарастает травой и не задержит ни одного маломальского костра который перекинется через эту спашку если уж делать спашку так надо метров десять шириной да эти не спасет искры перелетят обычно пожары когда ветер но вот это вот придумать вот это вот а у них опять сотни тысяч просмотров вот пожалуйста вот вам еще пример полмиллиона человек будут сейчас считать что делать со старым забросим садом это наш случай наш несколько десятков человек только в течение года двух обратились ко мне за советом прислали фотографию что делать со старым забросим садом ну есть два пути вот первый из них вот это все которые никогда ничего не делал но ему кажется что это элементарно чтобы научить полмиллиона всех уже понятно что их уже полмиллиона не меньше так для приведения в порядок довольно значительного но не ежегодно по отношению старого запущенного сада нужно произвести следующую работу усилить питание деревьев саду обработкой пояски за сень черного пара опять перекопать весь сад там уже давно вся инструктура готова там уже ведь сад он себя защищает к нему нельзя подходить там ходить надо насыпочка помню я рассказывал показывал когда наступаясь даже на дерн ты уже вредитель уже сейчас я буду подробнее про эти ходы червячные про вентиляцию рации уже нельзя какая там черта лопата там ходить даже нельзя а тут старый сад это готовая сложившаяся экосистема будем дальше мало того что мы должны черный панда состоять черный панк мы должны выкопать ям пола шина три четвертая шина так я не спорю питатель вещества если вы еще надеетесь возродить старый сад специально написано не каждый год плодоносит хотите вернуть его нормальное состояние пожалуйста задавайте а что такое глубина пол три четвертая шина а почему здесь написано аршина они метра да потому что передрали с 19 века а шина когда были запрещены передрали передрали а нам что 19 веке 21 нам это все надо знать прочистка прореженная кровь ну давайте дальше колесить тоже если этого не надо делать сейчас поймете почему еще страшнее мы уже это будем проходить и не раз очистить соскабливаем скребком старую кору деревьев от корки решаем ховы всяких паразитов а потом еще мы будем после очистки железным купоросом еще быть будет и я вам говорю железо мы до конца убьем деревья давайте посмотрим по порядку аршин до целых семь десятых метров не так уж и не маленькую ямку значит это получать где-то 30-40 сантиметров до 60-70 сантиметров до 50-60 сантиметров то есть среди яма полметровая я бы просто раскидал бы по поверхности и не заморачивался тем более что все должно быть не тронуто каждый раз яму выкопали пробили все на свете уничтожили инфраструктуру вот допустили туда мороз полметра там же корни корни ладно вот это очистка уже поговорили еще поговорим так четвертое уничтожить по возможности там старым садом вредители ровно столько сколько вам надо давайте теперь вариант железа пока на пальце сколько раз он показал бензопилы и каждой скелетной ветки их там 10-20 вот оставляете только нижних пару ярусов веток их становится вообще а там от 6 до 10 ниже все выпиливается и эти боковые ветки нижние пару ярусов оставляете вот такие огрызки остальное все вот так вот и торцы можете замазать лаком лак мастика этого то в крайнем случае можно масляной краской вот так торцы все вот это вот огрызок вот он весь вот пусть он вот такой будет диаметре не больше осад огромных я бы не оставляете вот такой вот я вам показывал уже у меня я так спиливал эту самую розетку свою старинную и так спирил 30-летие грушу груша опять столько плодов до буквально второй год после вот это смущается близки до каких плодов это идет и а здесь про это ничего не говорится омоложение идет не вот так вот как вот написано прореживание не надо еще прожить каждую вторую выпилили она остальных все равно нету этих самых веток ты которая если дадут ветки вертикально вам и их заставит вырезать и же надо сразу как вы сделаете сразу появится вот выпал где-то десятки а может сотни сразу вертикальных веток тут же обзовут их хорошими и прикажут вам их уничтожить нет оставляется где-то четвертая и пятая часть от каждой скелетной мощной ветки там все замазали все и начинается второй этап сдохла значит не судьба а я чтобы сдохли я еще ни одного случая не знаю и вот он снова в саду светло все проветривается солнце пронизывает все тут же выбросить ветки вертикальные но не трожьте их потом секреты секретом открывает у секретом который не знает эти сотни тысячи специалистов что вот она сейчас вертикальная проклятая все даже наукой а уже через год-два она будет вот такие вот ветки давать и они покроются плода я неудобно мне повторяйте же после пришли фотографии с этими всем всем до этим самым всем до волчками на самом деле не все но она такая вот но и жить я делал на брать вот опять видите как рассказать можно назвать лекции была болезнера давно услуги и вот посчитал когда очистить скрипком покажу-ка еще я не знаю 10 канал и он просто у меня с экрана еще все-таки кабель на телевизор все хотят то покажут или вот его заменили только подозрение на усадьбу возможно моя критика когда я высмеивал до такой степени они выглядели как сказать какими назвать и доказательными за вас теперь не причем вреда была огромная может быть это может быть я хоть и хоть раз жизни сыграл положительную роль же в масштабах страны что их остановили но теперь-то что на памяти не надо ставить в умах тысячи людей миллионов скребем одна скребет другая моется а кто этих уймёт вот этих вот специалистов со скребли скребком старую кору касается зауженного сада это одна из моих фотографий козырных вот так должно быть в саду вот это есть настоящий сад если вы знали во что превратились эти деревья которые никто не зуб а кстати вида холта видит давайте приблизим я сам его не замечал лет 10-15 вот он холм вот это груша попробуйте без холма даже на но дальше вот альтернатива вот это вот тоже из интернета даже песня хороша вот спросить его заставили позировать это просто одураченный черт зачем он берет разрушается дёрт зачем природа придумала дёрт зачем почему дерево назвал культурное надо обязательно уничтожить червей уничтожить этих самых корни и уничтожить бактерии уничтожить грибы уничтожить в конце концов муравьё зачем опять по критику альтернативу пролез берет мой помощник привозит ведерко с этим твой ведерко тележку землей потом еще две тележки но я заставила позировать ямку выкапываешь ставить социальность это сами прекрасно себя чувствует до сих пор я почему запомнил потому что специально это использовал фотографию до статей для журналов для газета для канала вот и вся посадка главное вот это все сохранить тогда мы идем дальше и попадаем в соседнюю страну соседние а там живет наша милая дамы который зовут людмила вот она пишет сад по железу площади 12 на 12 между рядами 3 метра между деревьями 3 метра посадка на холмы присыпаны песком и покрыты сухой травой была сделана обрезка кроны семена и косточки этих саженцев от железа саду растут абрикосы сливы вишней яблони серной стороны саду защищен старанием соседа ничего не упустило вот знаете по ходу у меня возникали какие вопросы интересно же давайте так вот эта фотография мне понравилась представляете когда она перенесет наверно этот саженец даже не заметит что перенесено на место такой хороший ком земли да так вот это она уже посадила так и взяла и сделала это в центре холма так холм смотрим еще внимательно и вот она покрыта это песком и тут знаете как я сразу у меня есть такие несколько тем они на грани фантастики о них не знает практически нету кроме небольшого круга который я уже рассказал вот надо ли людмиле это у нее интуитивно скорее всего получилось да вот надо чем на руководство когда вот это чернозем она сверху еще слоем песка а потом еще травы я пользуюсь случаем я вспомнил такую удивительную вещь наблюдение за муравьями естественно муравейник очень продвинутые там тоже есть свои цивилизации вот и там приходит лето так солнце пек дикие муравьи покрывают берут огромные тысячи тысячи мелких мелких ну почему муравью представляете какие камушки этими камушками покрываетесь муравейник добиваясь того чтобы муравейник не перегревался так вот не перегревался еще а что вы думаете начинается холодное время и муравьи уносит все эти камушки когда я это увидел воочию кино я был страшным диком шоке я все время пытаюсь понять где кончается божественное происхождение начинается частный случай вроде бы дарвинизма я могу понять там появился мы как куда-то муравей хотя непонятно откуда они начали строить жилище они начали ухрупняться у них это самое вот они много разумного делают но если они возникли под арвины постепенно развивались методом проб ошибок какой-то муравейник оказался случайно камушек случайно сейчас смеяться будете белый камушек взял зачем-то от скуки притащил на это на муравейник но зато камушка не станет это терять типу то есть не станет терять перегрев то есть терморегуляции от одного камушка не наступит а нужно тысячи десятки сотни . вот этот момент как можно было бы методом проб ошибок постепенно эволюция муравьев достичь такого разумного действия не укладывается меня с ума сходить пора и потому что я не могу этого понять на хрена мне тогда все это это извозит внушали да это я придумал муравьев надо это есть внешнее управление потому что даже нельзя вописи тем что вот феромонный след оставил пошел куда-то там в лес муравей за ним тянется в это феромонный след увидел там чего-то поживиться и чем не толпа устремилась за ним нюхай этот след это умала муравейники гена настолько гениально устроен нам со своими вот этими башнями по 100 по 200 этажей и близко такое не снилось такое совершенство а мы их этим уксусом вот эти же самые фей идиотируем какой-то ладно а здесь получилось ну как бы за меня это довело вот этого просто доверил вот интереса да значит на какой-то момент так надо живет северной стране так наверное ну это невозможно быстро менять если только каким покрывалом добиваться чтобы холл остыл и нагрелся и нам заборами не угнаться в общем просто это люда белая любила я просто доверила довела совсем другую тему если повод заступиться на гирзо гениальных муравьев который знает точно нам не дано знать есть где-то какой-то центр который управляет всем этим в конце концов всей землей только мы способны все это уничтожить люди совершенно чужие на этой земле на этом празднике жизни ну вот получилось так что тут я удивился по другим случаям первое это пруд пруд близко не глубоко получается здесь до воды если копнуть тут метр-два всего а может быть нет может быть это крутой склон только плохо видно что крутой позже обычно в нижней части участка располагается в нижней может быть два три метра тогда слава богу все-таки здесь еще и абрикосы есть второе что я заметил защита от мышей хорошая придумка и третья спросил почему здесь это я испугался до перекопала почву в конце нет просто завезла земли и выравнила эти самые кучи бары вот и напишет сад по железу земля не перекопала черная земля насыпана прямо надежда чтобы выровнять поверхность саженцы закрылась сетка на зиму от за школа прошу прощения я про мышей а это действительно да я уже заговариваюсь это от зайца а